Дорога это хоть и не основная, но даже в вечерние часы движение тут оживленное. Проблема еще и в том, что вдоль этой и без того узкой дороги припарковано довольно много машин. Войтель Пежо рассказал, что двигался с допустимой скоростью, но вот отреагировать на неожиданное появление девятки со стороны двора не успел. Ну машин встречных не было, я сюда от него, и все равно не затормозился, не успел, не ожидал. Избежать столкновения с девяткой не удалось, а попытка уйти от аварии закончилась тем, что Пежо налетел на припаркованный Ситроен, а вслед за ним еще и на Фиат. Свою невнимательность водитель девятки объяснил тем, что выезжал со двора в условиях ограниченной видимости. Я выезжал, тачки стояли, вообще не видно. Тут же довольно светло, так в общем. Я бы не сказал. Несомненно, свою роль сыграло и то, что водитель девятки ехал, не включив габаритные огни. В том случае, если страховые выплаты не покоят расходов на ремонт всех трех поврежденных машин, виновник аварии будет вынужден возмещать ущерб из своего кармана. Из Анатыпва, Искандр Тулбаев, Александр Царегорёцев, Эфир 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова